Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, мы будем с вами читать и обсуждать первое соборное послание апостола Иоанна Богослова на библейском портале экзегет. Но прежде всего хочется сказать, что Священное Писание открывает нам удивительные вещи. И вообще Библия, она обращает наш взор к самым истокам человеческого существования. Вот Ветхий Завет, если мы откроем книгу Бытия, начинается с истоков Тварного. Вначале сотворил Бог небо и землю, читаем мы. То есть Ветхий Завет дает нам понимание того, как именно произошел этот видимый нами мир. Он произошел от Бога. А вот Новый Завет, если мы откроем Евангелие от Иоанна, оно обращается уже к истокам нетварным, к изначальному предвечному бытию. И вот Евангелист Иоанн постоянно отсылает нас к этому предвечному началу, то есть к Пресвятой Троице, Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. И его первое соборное послание начинается так. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни». Вот Евангелист Иоанн говорит как раз о том, что было от начала. От самого начала был Господь Бог. И главное свидетельство апостолов и святого Иоанна Богослова – это свидетельство о слове жизни. Так называется сам Господь Иисус Христос. Если мы откроем греческий подлинник Нового Завета, то слово звучит как «Логос». И это имя прилагалось к Сыну Божию не случайно. Это имя не было придумано апостолом Иоанном Богословом. Оно было открыто ему свыше. Вот в книге «Апокалипсис» мы читаем о том, как апостол Иоанн видит отверстие небеса и всадника на белом коне. Этот всадник увенчан многими диодимами, и одежды его обогрены кровью. И имя ему – Слово Божие. Слово Божие или Божественный Логос по-гречески, так он именуется. Это одно из имен Господа Иисуса Христа. А почему именно такое имя? Вот в нашей человеческой жизни наше Слово, оно рождается от нашего ума. То есть наше Слово – это выражение нашей мысли, как бы воплощение нашей мысли. И в Пресвятой Троице Сын Божий, он рождается предвечно от Бога Отца, как от Божественного ума. Поэтому, именуя Сына Божия Логосом или Словом, мы тем самым в каком-то смысле выражаем эту троечную тайну. Тайну предвечного рождения Сына Божия от Бога Отца. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Апостолы, конечно, это удивительное такое дело, они не были философами, они не были людьми-учеными, простые рыбаки. Но в чем сила проповеди христианства? Именно в том, что апостолы выступали как очевидцы, как непосредственные свидетели явившегося на земле Сына Божия. И апостол Иоанн об этом и говорит, что мы видели своими очами, мы рассматривали и даже осизали руки наши. Действительно, ведь апостолы настолько тесно соприкасались со Христом, что они Его и видели, и слышали. И когда теснил народ, они находились рядом, они прикасались непосредственно к Господу Иисусу Христу. Они провели с ним все вот дни Его общественной проповеди, три с половиной года, когда Спаситель проповедовал. И не было таких людей, которые настолько бы были близки Спасителю. Поэтому их слово как непосредственных очевидцев и свидетелей, особенно свидетелей воскресения Христова. И вот именно после воскресения, вспомним апостола Фому, ему было дано прикоснуться к ранам Спасителя, осизать. И вот апостолы об этом и говорят, что их проповедь основана не на каких-то измышлениях, не на теоретических, рациональных построениях, а на непосредственном свидетельстве. Они говорят о том, что непосредственно видели. И цель этой проповеди – возвестить вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Бог, собственно, и есть жизнь, полнота жизни, жизнь бесконечная. И вот эта жизнь явилась во Христе на земле. Сын Божий воплотился, принял человеческое естество, и тем самым Он нам, людям, дарует бессмертную, бесконечную, вечную жизнь. Но чтобы приобщиться этой жизни, нужно приобщиться самому Христу. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, и Иисусом Христом. Вот апостол хочет, чтобы мы имели с Ним общение. А через вот это вот общение мы были причастны самому Господу Иисусу Христу. И, наверное, вот тайна церкви и тайна земного бытия церкви как раз заключается в том, что, будучи на земле, мы становимся общниками божественной жизни. Это очень трудно передать словами, каким-то человеческим языком, но те люди, которые стараются внимательно вести духовную жизнь и причащаться святых тайн, вот участвуя в литургии, мы соприкасаемся действительно с божественной, неизреченной жизнью, которая преображает весь мир. И это стало возможно благодаря апостолам и благодаря нашему общению с апостолами и традиции, которая идет от апостолов. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Христианство несет радость. И действительно, когда мы преодолеваем какие-то свои грехи, когда удается побеждать какие-то страсти с Божьей помощью, то внутри вдруг рождается удивительная радость, сердце сияет, и ты испытываешь такую необыкновенную легкость сердца. И радуешься. И вот эта радость, она преисполняет душу, потому что Божья благодать, она несет с собой радость. И христианин, по большому счету, это человек, который приобщается подлинной радости, не талитворной, вот когда мы пытаемся наполнить себя какими-то суррогатами радости, земного такого мирского страстного веселья, а той чистой радостью, которая рождается в очищенном сердце. И вот благовестие, которое мы слышали от него, «И возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Апостол Иоанн выражает самую суть своего благовестия, вот не зря он назван богословом. И действительно, одно из главных свидетельств Евангелия заключается в том, что Бог есть свет. И, как говорит апостол, это благовестие, которое мы слышали от него, слышали от Христа. Ну, возможно, речь идет о так называемых аграфах. Аграфы — это незаписанные в Евангелии изречения Спасителя, которые сохранялись в древнехристианской традиции. Вот, допустим, в книге «Деяния» апостол Павел упоминает слова Христа «блажение давать, нежели принимать». В Евангелии мы не встретим этих слов, но Спаситель очень много проповедовал, благовестовал, и, конечно же, не все апостолы, евангелисты могли записать. Вот, возможно, Спаситель также произнес и вот это благовестие о том, что Бог есть свет. А может быть, в данном случае апостол Иоанн перелагает слова самого Христа, который говорил «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме». Вот, дорогие друзья, если выключить наш искусственный электрический свет, то жизнь в городах очень быстро замрет. Погаснут лампочки, потухнут все квартиры, разморозятся холодильники, остановится общественный транспорт, и мы будем испытывать огромные затруднения. А если погаснет свет солнца, тварного светила, то прекратится какая-либо жизнь на Земле. Тем более, если мы говорим о вот этом изначальном божественном свете, о свете, который сотворил мир видимый и невидимый. Без Бога, как истинного света, не могут существовать ни ангелы, ни люди. И вот Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И когда человек приобщается Богу, когда он испытывает, ощущает присутствие Божие, то душу наполняет вот этот удивительный, неизреченный свет. Ну, конечно, все мы люди немощные, грешные, но если вот кто имеет такой опыт, допустим, ты долгое время страдал от какого-то греха, от какой-то страсти, от которой не мог освободился, и потом, благодаря очень искренней такой чистосердечной исповеди удалось освободиться от этого греха, то всякий раз, вот после такой духовной победы, душу озаряет удивительный, неизреченный свет. Свет и радость. Вот то, что сопутствует духовному преображению человека. Потому что Бог и есть свет. И вот это наименование света, оно выражает божественное всесовершенство. И мудрость, и благость Божию, его всеведение, везде присутствие. Он освещает наш мир, он согревает нас своей заботой, и он попаляет наши грехи, когда мы в этом каемся. Бог и есть свет, и нет в нем никакой тьмы. То есть, какая-либо тьма, какое-либо зло произошли не от Бога. Богословы и философы, они пришли к правильному выводу, что зло как таковое, оно не имеет своей сущности, а зло есть умоление добра или оскудение добра. Так же, как тьма – это отсутствие света, или холод – это отсутствие тепла, так и зло – это отсутствие добра. Если ты не делаешь добро, то ты неизбежно скатываешься в эту тьму, ты неизбежно погружаешься во зло. То есть, Господь призывает нас, конечно, такой духовной активности, чтобы мы приобщились его неизреченному свету. И вот, что далее пишет апостол Иоанн Богослов. «Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Вот если ты называешь себя христианином, но живешь как язычник, то слова твои – ложь. Если ты носишь нательный крестик, но при этом как змея шипишь на своих ближних, кусаешься, отравляешь их ядом, то в чем же здесь христианство? И твое христианство оказывается лживым. Вот об этом и говорит апостол Иоанн Богослов, что, живя во тьме, мы становимся чужды свету Христову, и наша жизнь становится ложью. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. В данном случае речь идет о том, чтобы быть подобными Христу. Христос есть свет, пришедший в этот мир, и для того, чтобы быть причастным Христу, нужно являть свет в своей жизни. Нужно хотя бы в самых небольших поступках делать добро, очищать свои мысли, чтобы свет наполнял твой внутренний мир и изливался вовне, озаряя жизнь добром. И апостол Иоанн Богослов говорит, что только в таком случае, когда мы ходим во свете, подобно как Он во свете, мы имеем общение друг с другом. Ну, в общем-то, если посмотреть практически на нашу реальную жизнь, то злые люди, как правило, очень быстро теряют общение с ближними. Когда ты ругаешься, скандалишь, выражаешь свою нетерпимость, то вряд ли с тобой захочет кто-то общаться, и вот так вот быстро рушатся связи человеческие. И только на основе добра и света можно выстраивать общение с ближними. Это единственное, что может созидать нашу жизнь, и к этому призывает нас соборное послание апостола Иоанна Богослова. А далее святой апостол свидетельствует вот о чем. Если говорим, что не имеем греха, мы обманываем самих себя, и истины нет в нас. Вот, казалось бы, такой парадокс, и, может быть, покажется даже противоречием, только что апостол говорил, что мы должны ходить во свете, но тут же он нас, так сказать, приземляет, опускает на землю и говорит, что все мы имеем какие-то грехи, и если мы говорим, что не имеем греха, то мы обманываем самих себя. Вот как это понять? А понять это можно следующим образом. И святые отцы, они приводят такой образ. Вот когда в доме полный мрак, когда окна закрыты, и свет не проникает внутрь, то совершенно ничего не видно, и невозможно разобрать всего того хлама, который валяется на полу, ничего не видать, потому что темно. И только когда отворяются ставни на окнах, и свет проникает внутрь, мы можем увидеть, какой же здесь беспорядок, и сколько надо трудиться, чтобы все это разобрать. И даже при свете, и даже при свете, проникающем через окно, бывают видны пылинки, плавающие в воздухе. То есть во свете, который подается нам от Бога, мы можем увидеть свои собственные грехи. А когда ты не идешь к Богу, когда ты не стараешься пролить свет внутрь своей души, то ты не видишь в себе даже самых страшных каких-то грехов, преступлений, не видишь своей озлобленности, своей страшной гордыни, не видишь того, что ты постоянно осуждаешь всех вокруг, что тебе все время все не так, у тебя нет и малого терпения, и привыкнув вот к этим грехам, тебе кажется, что у тебя и грехов никаких нет. И только когда ты начинаешь делать шаги, к Богу, ко Христу, то в свете Христова Евангелия можешь увидеть, как оказывается много всего безобразного внутри твоей души, и сколько надо очищать, исправлять, созидать. Чем ближе мы к Богу, тем больше мы видим свои немощи и недостатки, а если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя. Вот это такая очевидная истина, о которой и говорит нам как раз святой Иоанн Богослов. Но тут же он подает нам надежду. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Вначале поясним последние слова. Вот что значит, что если мы говорим, что не согрешили, то представляем Бога лживым. А дело все в том, что ведь Спаситель пришел в мир спасти всех, поскольку все погрязли во грехах. И Бог Отец посылает своего Сына для искупления нашего грешного мира. А если мы говорим, что у нас нет никаких грехов, и мы не нуждаемся в искуплении, то тем самым мы как бы пытаемся сказать, что Бог напрасно посылал своего Сына для нашего искупления, так как нас вовсе не нужно от чего-либо спасать. Вот в этом смысле каждый такой заблуждающийся человек как бы представляет Бога лживым. Ну, конечно же, такой человек погрешает против самого себя. И самое главное, о чем нам хочет сказать в данном случае апостол Иоанн Богослов, это то, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. В данных словах речь идет именно об исповеди, потому что исповедь существует с первого века. Это не просто внутреннее сожаление о допущенном проступке, о том, что ну вот зря я так поступил и вот живу дальше так, а это именно исповедание, это выражение словесное своих внутренних неправ, своего конкретного греха, греха. Потому что вот в греческом подлиннике и Евангелие, и соборные послания были написаны по-гречески. Слово исповедуем, омологеин, оно означает конкретное вот выражение вовне каких-то очевидных истин. Допустим, в Евангелии Спаситель говорил, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я предлецом Отца Моего Небесного. То есть вот это вот исповедание, упоминается тот же самый глагол, омологеин, оно предполагает конкретное вот произнесение вслух исповедания веры во Христа, а не просто внутреннее признание. Как многие говорят, что я там в душе христианин, у меня Бог в душе, а вовне этого никак не выражают. Христианство требует, конечно же, очевидного такого исповедания. И когда речь идет о нашем духовном исправлении, об освобождении от грехов, то апостол говорит о необходимости исповеди, о том, чтобы мы исповедовали грехи наши. И тогда Господь, будучи праведен и верен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вот это удивительное обетование, которое дает надежду любому грешнику, по большому счету, все мы грешники, но через вот это исповедание наших грехов и через прощение мы и обретаем ту удивительную радость, о котором благовествует святой Иоанн, и мы приобщаемся к божественному свету, о котором благовествует святой Иоанн, потому что Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. А на этом, дорогие друзья, мы завершаем рассматривать первую главу первого соборного послания святого апостола Иоанна Богослова и с Божьей помощью продолжим нашу беседу в следующий раз на библейском портале Экзегет. Субтитры 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 Субтитры